Всем привет! Сегодня просто невероятный день. Невероятен он тем, что мы из Дубая поехали на обзорную экскурсию и в самую известную белую мечеть города Абу-Даби, объединенных арабских номералов. Мы уже сделали одну остановочку, были в Феррари-парке. Мы туда буквально забежали на 20 минут. Политика компании AnxTourney непонятна, об этом не буду разговаривать. И рассказывать вам об этом чуть позже. И это у нас уже вторая остановочка. Мы находимся прямо в месте, где за моей спиной находится самый длинный отель по побережью. Там находятся здания будущего правительства, точнее правительства нынешнего, но будущее здание для них, вот такое светлое и белое. Набережная красивая. На самом деле, больше всего мне понравились вот те пляжи. Там есть городской пляж, там есть пляж для женщин, залез в глухом. И там действительно очень красивая набережная. Она длинная, порядка 10 километров. И, наверное, если вы хотите отдых более спокойно, чем нежели в Дубае, то есть смысл, конечно же, выбирать Абу-Даби для того, чтобы больше гулять, больше ходить. Здесь действительно нет вот этих безумных небоскребов. Здесь все проще с дорогами, переходами и с пешим сообщением. Так что рассматривайте, берите, выбирайте. Пляжные отели здесь тоже есть. И, кстати, порядок цен значительно меньше здесь, чем нежели в Дубае. На самом деле, как мы поняли, пока снимать нельзя. Но вот, вот она та самая мечеть, к которой мы с вами ехали. Неописуемой красоты. Белая, особенно с дороги, как мы ехали, ее было видно в полном размере. Здесь начинается все самое интересное. И только что пришли контроль. Контроль по одежде, контроль по вещам. Ребята, путешествие с аннекс-туром я не забуду никогда. Наш гид абсолютно волевая, абсолютно, знаете, такая строжайшая женщина под 50. Маленькая такая, худенькая и очень громкая. И вот вся экскурсия, которую она сегодня сопровождает, вы знаете, она под дулом пистолета. Я боюсь дышать, я боюсь двигаться. Мы с ней уже даже немножко поцапались. Но вот этой всей красоты, конечно же, она не испортится. Я первый раз сейчас нахожусь в месте, где тихо, спокойно, хочется дышать, думать и хочется мечтать. Наверное, это очень важно. Андрей, мы туда обязательно должны сходить. Надо, да, так что надо идти и двигаться. Что на картинках она выглядит божественно. Что вблизи. Это действительно того стоит. Феррари парк – это все фигня. Вот такие места, я считаю, что нужно посещать. Вы знаете, очень интересно попадать в состояние, когда ты понимаешь, что буквально недавно ты посмотрел видеообзоры, пытался найти интересные места для посещения в стране. И сейчас, уже через какое-то время, ты идешь, и они находятся прям вообще рукой подать от тебя. Смотрите, вертолет, я здесь взлетаю. Мечеть красиво вечером, но я думаю, что в дневное время ее тоже стоило бы посетить. Но с нашим туром это невозможно. Нас сначала решили покормить, а потом нас решили привезти в мечеть. Бестолковые. Как по мне, нужно было сначала нам все показать, а потом нас кормить. Но тут, собственно, не я хозяин. Моя задача – принимать то, что мне на этой экскурсии дают. Поэтому я люблю путешествовать одна. Сейчас мы постараемся зайти вовнутрь и посмотреть на мечеть. И внутри. Перед входом в мечеть все обязаны снять обувь. Как мне сказано, святые места, для места, в которых просто не может быть заразы и микробов. И прямо сейчас я нахожусь в центральной части мечети, в ее сердце. Главный вход. Я не могу вам передать словами, что я ощущаю сейчас. Действительно, здесь какая-то другая энергетика. Здесь я уверена, что если провести чуть больше времени, можно даже многие вещи переосмыслить. Можно очень о многом подумать. И ко многому можно прийти. Но у нас здесь всего лишь час. И не факт, что за этот час мы успеем что-то переосмыслить. Но вообще, на самом деле, этот отдых, он действительно какой-то новый для меня. Я, наверное, морально отдыхаю. Правда, отдыхаю морально. Не переживаю за то, что может с котятками случиться что-то не так, потому что их кормят. Не переживаю за то, что работа моя от меня уйдет. Клиенты продолжают писать, звонить и перекидывать предоплату на карточку, забивать, бронировать летние даты. Поэтому, скорее всего, все проблемы в нашей голове. И моя голова наконец-то, наконец-то освобождается. И нам наш гид предложил переодеться. Но мы, благо, знали, что мечеть нужно проходить полностью закрытыми, без каких-либо татуировок, без открытых плеч, рук и прочее. Обязательно должна быть косыночка повязка на голове у женщины. Поэтому... Поэтому мы как раз взяли все свое для того, чтобы не носить после чужих людей одежду. Ну и, собственно, это действительно выглядит лучше, чем мне ждет тот ширпотреб, который дал аннекс-тур нам, для того, чтобы мы посетили эту экскурсию. Могу сказать, что сейчас босичком иду по плитке. Не холодно. Видимо, еще она пока не успела остыть. Какие-то есть места огороженные. Да? Везде сидят охранники. Есть какая-то зона, за которую можно выходить, делая буквально 3-4 шага вперед, наверное, для того, чтобы можно было сделать фотографии. А так вообще вся эта центральная площадь используется для того, чтобы читать людям огнемолитвы. Внутри мечети очень много мест, через которые нас проводит дорога. Ну, грубо говоря, здесь есть специально сделанные коридоры. Это очень дорого. Это очень дорого. Это мягкие ковры. Этот ковер перевозили на двух самолетах. Этот ковер весит более, по-моему, если люстра весит около 9 тонн, то ковер сколько нам говорили? 40 тонн весит этот ковер. И он получается двумя частями потом сшивался, да, был соединен. Вы представляете, это сколько дней делали люди в севетворении. В общем, резюмируя все происходящее, могу сказать точно, что я советую и рекомендую побывать в этой мечети. Насчет обзорной экскурсии по Дубай, не знаю. Девочки, с которыми мы здесь познакомились, они сказали, что как бы, ну, вроде да, вроде им времени на все хватило, но все это было так или иначе бегом. Поэтому, если вы предпочитаете останавливаться, смотреть, если вам нравится самим изучать, если вам нравится не ходить за мамой уткой в одну колонну и потом строиться в одну шеренгу, то, конечно, выбирайте, наверное, уже просто не первую точку не Эмират Дубая, а сразу Абу-Даби. Здесь тише, спокойнее, порядочнее, здесь нет этих высоток, здесь жизнь более размеренная и плавная. И наверняка у вас получится здесь очень хороший отпуск. Вот поэтому мечеть посетить Абу-Даби must have. Все, мы увидимся с вами уже, скорее всего, в Москве, потому что завтра у нас... А, завтра же шоу салюта в фейерверке. Завтра мы с вами будем смотреть в 9.30 вечера на набережной, на пляже. Так что будет еще все-таки один выпуск, а потом мы с вами уже увидимся в Москве.